Игорь Тайбер Другая великая компания, которая внесла огромный вклад в развитие закона Мура Это компания IBM К сожалению, один из представителей компании не сумел получить визу вовремя и не приехал Поэтому вместо трех у нас будет два представителя компании IBM Первый это Ян Синсон Пожалуйста И второй Майкл Вирт Мы имеем представителей двух компаний, которые являются драйверами закона Мура Если все знают, что, например, Intel только что ввел в технологию трехмерный транзистор Это то, чего никто не умеет в ближайшие годы сделать То вклад, например, IBM Всем известна эта медная металлизация, которая тоже была разработана в компании И которая теперь пользуется по всему миру Другие представители других компаний Вновь назначенный VP и генеральный директор по исследованиям компании EMC Камиль Исаев Камиль тоже много лет провел в Intel И надеюсь, что рост EMC будет такой же, как в его годы, когда он начал изглавлять R&D в Intel Еще у нас есть представители Иннополиса Университета Иннополиса Александр Тормасов Пожалуйста И директор Московского фонда развития и венчурного инвестирования Алексей Костров Есть еще человек, который является представителем университета Сколково Скалтеха Который одновременно является директором Центра инновационного развития Скалтеха Илья Дубинский Человек, у которого за плечами не только эта должность, но еще огромный опыт в венчурном бизнесе Так, я теперь понимаю, что все представлены Давайте перейдем к презентациям Первый стартап Taitemic Пожалуйста Четыре минуты и три минуты на обсуждение Представитель Taitemic есть? Нету Taitemic нету, пропускаем Коннектор Optics Уважаемые коллеги, чтобы не затягивать время Я, наверное, не знаю, будет презентация Я представляю проект, который предназначен для того, чтобы решить одну из ключевых проблем современных и будущих суперкомпьютерных систем Это увеличение пропускной способности оптических межсоединений Собственно, это нужно делать с сохранением более-менее приемлемой для покупателя цены И нормального уровня, текущего уровня энергопотребления Для российских производителей суперкомпьютеров также продукт этого проекта будет решать проблему локальных комплектующих Которые по своим характеристикам уже будут превышать те, которые подпадают под лицензионные ограничения международные Соответственно, продукт проекта – это четырехканальный активный оптический кабель Который по энергопотреблению и по цене будет соответствовать менее скоростным существующим на рынке аналогам от ведущих компаний мира Таким как Finisar и Avago А по скорости будет соответствовать стандарту InfiniBand и Diage 25 гигабит на канал Соответственно, в продукте будет использована ключевая технология нашей команды Запатентованная и охраняемая также ноу-хау Это технология высокоскоростных вертикально изучающих лазеров и фотодиодов И это позволит в районе 2015-2016 года выходить на рынок и конкурировать с другими компаниями Схема коммерциализации состоит из двух направлений В одном случае совместно с промышленным партнером по методу аутсорсинга будут производиться кабели и продаваться По другой схеме будет продаваться технология существующим игрокам рынка и интеграторам Это позволит начать пилотные продажи в 2015 году И выйти на уровень продаж более 50 миллионов долларов по нашим расчетам к 2019 году Если посмотреть на рынок активных оптических кабелей мировой То к 2015 году он будет существенно превышать миллиард долларов То есть серьезный рынок и в сегменте суперкомпьютерных приложений достаточно существенный рост прогнозируемый есть Если говорить про портфель нашей команды, то у нас есть подтвержденные заказы на порядка 200 с лишним тысяч таких кабелей И это позволяет нам смотреть с оптимизмом в будущее и в финансовые успехи нашей компании Если брать команду проекта, то она имеет и менеджеров и технических специалистов, которые запускали уже серьезный венчурный проект в России Который в десятки миллионов долларов И недостающие компетенции восполняются достаточно развернутой командой консультантов, в основном зарубежных Которые имеют опыт работы в ведущих научных и промышленных корпорациях Кроме того, в команде есть промышленный партнер, который будет помогать в разработке и сборке этого продукта Это бывшее подразделение Infinite Faber Optic из Чехии, имеющее большие компетенции в этом области Если говорить о статусе проекта, то технология лазеров-фотодиодов, это ключевые компоненты активные оптические кабеля Она готова, запатентована Есть подтверждение от Сколкового о выделении гранта более 2 миллионов долларов То есть мы прошли все необходимые экспертизы Требуются дополнительные инвестиции для выполнения этого проекта на уровне 4 миллионов долларов И примерно... Одна минута Да, мы готовы обсуждать контрольный пакет акций в этой компании Ключевые контрольные точки проекта Это в 2014 году будет запатентована ключевая технология В 2015-2016 начнутся производство и продажи К 2018 году возврат инвестиций И к 2019 году, как я говорил, порядка 50 миллионов долларов мы ожидаем продажи Спасибо за внимание, я буду рад ответить на вопрос Жюри, вопросы по... Ян, б... Вы можете описать инновации ваши? Что касается скорости? Какое преимущество? В чем здесь реальная инновация? Я бы назвал инновацию ключевой технологией Потому что в нашей команде мы разработали очень высокоскоростные элементы До 400 гигабит в секунду на канал И в этом случае у нас высокая надежность Это ключевая технология нашей команды И мы получили... Эту технологию можем идти дальше На базе этой технологии создавать оптические кабели И эти кабели будут быстрее, чем существующие устройства Которые существуют на рынке И единственное, что это будет единственное в мире Вакура и другие большие компании Они с нами будут работать на этом рынке Но у нас будут преимущества здесь, в России Мы пытаемся и на международной арене тоже получить эти преимущества Патент, где получили все патенты США А иногда патенты из Европы В России нет патентов Фактически Не видно В основном патенты из США Но есть россияне в международном патенте Такие, как вы Или в этих иностранных патентах все иностранцы Если россияне, включенные в первоначальная заявка была из Германии Из Германии была заявка первоначальной патент Сейчас патент принадлежит российской команде Как компания Извиниваете продукт, который у вас будет в 2016 году С продуктами конкурентов, которые у них есть сейчас Что вы ожидаете будет у конкурентов в 2016 году? Я абсолютно уверен, что у тех компаний, которые я называл Такие, как Аваго и Финисар У них в районе 2015 года будут Так же даже, когда и у нас У них будет на рынке продукт с аналогичными нашими характеристиками Собственно, я многократно это обсуждал с ними На таком выставке о QFC И они мне об этом сами говорили То есть мы ожидаем, что будет абсолютно одинаковый По внешним электрическим характеристикам одинаковый продукт Хорошо, еще вопросы? Скажите, вы сказали, у вас есть портфель заказов на 200 тысяч единиц Можете назвать основных заказчиков, кто главный кастомер ваш? Ну, собственно, в России это российские заказчики И здесь я назову всех трех ключевых игроков рынка То есть это Саровский институт, это РСК «Скиф» И эта компания, эта платформа С ними сейчас отдельный вопрос Но вот, собственно, это основные три компании Спасибо Все, спасибо большое Я хотел еще сказать пару слов О том, что кроме выбора победителя На основную пич-секцию Которую должно сделать жюри У нас есть два приза от компании Intel Которые они вручат по своему усмотрению И, соответственно, вечером победители будут названы Так, хорошо Ну вот, пропустивший свою секцию, тотемик пойдет теперь в следующем А теперь мы представляем слово компании Intel Пожалуйста Так, говорите со сцены, пожалуйста Всем добрый день Меня зовут Поближе? О, мне так дорог не хватит Меня зовут Севастьянов Петр Я технический директор компании Netl Сегодня Сегодня мы представляем технологию Motion Parallax 3D Это приоритетная технология нашей компании И продукты, развиваемые на основе этой технологии Технология Motion Parallax 3D задействует Механизм восприятия объема у человека За счет перемещения относительно объекта В 3D кино и в современных 3D технологиях Перемещение зрителя относительно обозреваемого объекта Не учитывается изменение объекта при перемещении относительно него зрителя То есть, к примеру, изменив свое положение в кинотеатре Вы не увидите ничего иного, кроме того, что показывается на экране Существует... То есть, в основном технология Motion Parallax 3D Это механика воспроизводства виртуальной реальности Существует два подхода к отображению... Два основных базовых подхода к отображению виртуальной реальности Это Head Mount Display То есть, носимые дисплеи, как виртуальные шлемы Или виртуальные очки Давайте попробуем И это Motion Parallax Display Где экран расположен... Не закреплен на зрителя Расположен на отдельном устройстве Задача и той, и другой системы Создать... Ну, вообще, задача виртуальной реальности Создать у пользователя иллюзию Неподвижного... Ну, некого объемного реалистичного объекта С помощью нашей технологии это вполне удается Более того, на сегодняшний день Нам принадлежит абсолютная реализация Motion Parallax Display То есть, это реализация, в которой зритель не видит ошибок Либо искажений виртуального объекта То есть, объект выглядит полностью реальным Для того, чтобы достичь этого Мы, помимо программных разработок, ведем разработки аппаратные К примеру, к сегодняшнему моменту Компании за последний год разработана специализированная смарт-камера Которая позволяет с огромной скоростью Ослеживать положение зрителя Это, ну, одна из ключевых аппаратных особенностей нашей технологии То есть, мы создаем именно железо под этот принцип Собственно говоря Одна минута Что произошло? Так, можно продолжать? Да Что касается развития технологии Сейчас существует три основных направления Которые мы будем развивать по стадии Первое, это презентационное оборудование На сегодняшний день мы выпускаем Ну, совершенно в недавнее время Мы начали серийное производство презентационного оборудования Это выставочное оборудование Которое обладает очень мощным эффектом Многие сегодня, я думаю, видели нашу инсталляцию И смогли вживую посмотреть на демонстрируемые виртуальные объекты Здесь, это оборудование для выставок То есть, наша задача была сделать легкое в эксплуатации устройство Которое можно было бы привести на мероприятие Включить в розетку Которое не требовало бы каких-то процессов установки на месте То есть, это подобный форм-фактор Следующее направление, которое открывает для нас очень большие рынки И вход на него... Время Жюри, пожалуйста, вопросы Вопрос такой, значит Сколько вам нужно времени для того, чтобы создать такую модель И чем это отличается от создания 3D-модели сейчас? По сути, разработка контента ничем не отличается от разработки контента, например, под GameDev То есть, это модели, которые визуализируются с 3D-движком Плагины под 3D-движок позволяют 3D-движку генерировать изображение под нашу систему А насколько распространено у вас устройство отображения? Насколько они, скажем так, доступны обычным пользователям? Потенциальным пользователям вашей системы? В мире такого устройства не существует Мы планируем выпускать уже с развитием нашей компании Мы планируем выпускать именно пользовательское устройство, основанное на этом принципе Сейчас в мире подобных устройств нет Еще вопросы? Правильно ли я понимаю, что оно только для одного зрителя? Сегодня да Мы ведем разработку технологии для трех пользователей одновременно За счет разработки высокоскоростного экрана То есть, современные экраны способны производить 120 кадров в секунду Соответственно, два глаза получают 60 кадров в секунду поток Для того, чтобы больше зрителей могли видеть изображение, нужно больше кадров А как вы их собираетесь разделять между зрителями? Активные очки, то есть, фактически у трех зрителей из шести глаз В каждый момент времени открыт только один В этот момент выводится на экране изображение для конкретного глаза, конкретного зрителя То есть, тогда ваш демо-энкьюпмент работает только максимум на три человека Как я понимаю, дальше экспоненциальные сложности возникают Да Сегодняшний мировой предел подобной технологии – это один человек Мы знаем, как сделать три человека Этого более чем достаточно и для рынка игровых аттракционов И для домашнего пользовательского применения Еще вопросы? Все-таки какая ваша бизнес-модель? Что вы собираетесь продавать? Кому? И какой примерно объем рынка вы видите? Сегодня мы продаем презентационное оборудование Продажи сейчас же уйдут То есть, рынок здесь не огромный Следующий шаг – это игровые аттракционы То есть, это геймдев, но все еще B2B Здесь мы планируем к 2014 году запуск линейки игровых аттракционов Создание игр, которые именно максимально… Объем рынка, скажите Сегодня даже, например, оценка по России – это 2 миллиарда рублей Это Россия, где рынок игровых аттракционов очень и очень не развит Ну и по поводу… Время Окей, все, извините Быстрее надо все делать Все, следующий Теперь приглашается на сцену пропустивший первую презентацию Татемик Пожалуйста Возьмите микрофон рук Снимите Пожалуйста Здравствуйте, меня зовут Евгений Сметанин Я директор компании Татемик И мы представляем платформу для командного взаимодействия роботов и игрушек Проблема заключается в том, что современные игрушки не взаимодействуют друг с другом Не могут двигаться согласованно А значит, нет командной игры И поэтому они далеко уступают по привлекательности видеоиграм Что ведет к сильнейшему перекосу в сторону виртуализации Для того, чтобы перенести игры с экрана в реальность Не достает очень важного звена Системы достаточно точного и экономичного позиционирования Мы предлагаем своего рода робоконструктор Основным элементом, основным кирпичиком которого является локомоторный блок Соразмерный с кубиком Lego Duplo И основной особенностью этого конструктора является то Что в этот кубик встроен специально изобретенный датчик позиционирования Специально изобретенный датчик позиционирования Таким образом мы имеем команду взаимодействующих устройств в одном наборе Такой конструктор для командного взаимодействия сам по себе является конечным продуктом Да, продукт успешно прототипирован, пожалуйста И в ближайшее время он будет уже до планируемых габаритов И такой продукт подает в категорию educational robotic kit Сектор, который дал 70-кратный рост за 7 лет До 30 миллионов наборов, продаваемых ежегодно, свыше полутора миллиардов долларов Это не все Тот же самый конструктор, тот же самый блок Является платформой одновременно для множества подвижных игрушек Производитель игрушек берет наш модуль как базу И добавляет к нему собственный кожух, который может содержать свою память Свои эффекторы и отдельные сенсоры Рынок для игрушек Количество ежегодно продаваемых интерактивных игрушек превышает 300 миллионов Таким образом, потенциальный рынок для платформы мы оцениваем примерно в 2 миллиона долларов Итак, мы имеем продукт, который с одной стороны является продуктом B2C В виде робоконструктора в категории educational robotic kit С другой стороны B2B в виде платформы для производителей интерактивных игрушек Мы рассчитываем начать продажи именно с робоконструктора Это проще через онлайн-магазины типа робот-шоп Тем временем продвигая продукт для продажи в ритейле и в образовательных учреждениях Ориентиром здесь может служить распространение Lego Mindstorms в школах Только в российских школах охвачено 30% И если бы нам удалось в пятилетней перспективе достичь охвата такого минуты 10% То это дало бы по России 7 миллионов долларов А в пятилетней перспективе мировые продажи робоконструктора могли бы достичь 100 миллионов долларов Прямых конкурентов для нашего продукта мы на рынке сейчас не видим Но косвенных конкурентов много И они высокого класса Поэтому шансы и угрозы в данном случае уравновешены Своим главным конкурентным преимуществом мы считаем то Что продукт изначально наценен и имеет игровую нацеленность Ну например, купив один набор Lego Mindstorms за 400 долларов Пользователь может собрать одного робота Но это не создает игры Купив один набор за 200 долларов Тайтемик Пользователь получает 3 локомоторных блока плюс средства управления И вот пожалуйста уже игра Хоть футбол, хоть колдунчики, хоть танчики В зависимости от накладываемого кожуха Мы считаем, что команда имеет все необходимые компетенции и опыт В части разработки и производства Признаем недостаток опыта с продажей Извините, жюри, пожалуйста, вопросы У меня есть вопрос тогда пока Какой стандарт используется для передачи данных между роботами? Это стандартная технология позиционирования и обмена данными Дело в том, что обмена данных недостаточно для того, чтобы это все работало Нужно именно определение взаимного положения Это чисто наша запатентованная технология Поверх него можно положить Bluetooth, ZigBee, но сам магнитный канал не передает Дело в том, что если нет стандарта, то нельзя использовать технологию В детских игрушках тем более Ну ладно, еще вопросы есть? Вопрос, а вы вели переговоры с какими-нибудь из производителей игрушек на текущий момент? Отвечаю, да, вели Причем это были компании Две компании из списка Тойфайв глобальных в их штаб-квартире Но это было полтора года назад Мы показывали им ранний прототип Это была такая интерфейсная кукла Устройство для управления экранным изображением И они приглашали нас, когда прототип будет в более продвинутой стадии Пропустить их через свои фокус-группы С точки зрения использования распространенности роботов от Lego Если не в школах, а именно в B2C сегменте У домашних пользователей Насколько этот рынок большой и какой его потенциал? 35 миллионов робокомплектов продается в мире ежегодно Свыше полутора миллиардов долларов Еще вопросы? У зрителей? Вопросов нет Большое спасибо Есть? Да, пожалуйста Громко Максимальное расстояние чувствительность вашей системы Максимальное расстояние в этой версии сенсора 2 метра А скорость движения объекта при этом до 10 км в час Как пользователь может менять поведение роботов относительно друг к другу? Минута Предполагается подключение софтверного приложения Типичный пример Scratch Например, Scratch может быть Есть прецедент Scratch-DUIN Что-то в этом духе А у вас только плоская детектирование? В этой версии она плоская Но она решается и в трехмерном пространстве Интерфейсная кукла трехмерная Все? Вопросов больше нет? Спасибо большое Следующая презентация Компания Break the Distance Есть компания? Нету? Понятно Так Это точно есть Пожалуйста, поставьте соответствующую презентацию Добрый день, члены жюри Добрый день, коллеги Вашему вниманию предлагается Сейчас секундочку поставят Окей? Ваша? Ребята, ну Надо было вовремя сдавать презентацию Только вот результат Неорганизованности вашей же Запускайте Слэшки, то, что они отдали Начинайте пока рассказывать Кто вы Время идет Предлагаем проект Направленный на разработку Технологии и производство Высокочувствительных сенсоров Энфрикрасного излучения Разработаны нами энфрикрасные сенсоры Построены по технологии MEMS И направлены на создание Тепловизоров нового поколения Предлагаемые Инфрикрасные сенсоры Обладают рядом преимуществ Относительно современной технологии Основанной на микробалометрах Они не требуют Электропитания Они не требуют охлаждения По себестоимости Они существенно ниже Нежели чем Современные микробалометры И самое главное Они позволяют реализовать Новую концепцию Производства тепловизоров Это приборы Прямого оптического тепловизора Основной нашей задачей Является создание Производства Высокотехнологичных Инфрикрасных сенсоров Предлагаемый проект Нацелен на рынок B2B Так как Рост Продаж Тепловизоров И инфрикрасных сенсоров Ожидается порядка 30% Начиная с 2013 года К 2016 году Мы достигнем Рынок достигнет 1,2 миллиона штук в год Что мы сейчас имеем? Мы имеем Лабораторную технологию И экспериментальные образцы Форматом матриц 160 на 120 пикселей Что мы предлагаем? Мы предлагаем Создать Новое производство На базе Московского института Электронной техники Которое позволит В конечном итоге Занять 3-5% рынка Инфрикрасных сенсоров И матриц В 2016-2017 году То есть к моменту выхода На серийное производство Что нам для этого нужно? Порядка 4 миллионов инвестиций Для доведения Лабораторной технологии До уровня серийного производства В то же время Мы заинтересованы В партнерских отношениях По предоставлению услуг Аутсорсинговых услуг Изготовления тех же самых Инфрикрасных сенсоров На других кремниевых фабриках Спасибо за внимание Вовремя спасибо Вопросы пожалуйста Вопрос такой Есть ли у вашей команды Опыт доведения образцов Из лаборатории До такого массового производства? На базе Мета Создано довольно большое количество Инновационных предприятий Которые нацелены В том числе В нашей тематике Это энергосбережение То есть это ряд проектов По многим городам России Я имею в виду У вашей команды Кто занимается инфракрасными сенсорами У нас в составе Не перематываются Куда Перематывать хотел Но в составе нашей команды Существует доктор экономической наук Который как раз таки Специализируется на коммерциализации Этих проектов В том числе Следующий вопрос На что вы планируете потратить 4 миллиона В данном случае Речь идет о Доукомплектации Линейки Оборудования Именно для производства Манс Можно что-то Что вы все-таки Конкретика Сразу вам 4 миллиона Зачем? Доведение конкретной Технологической Получение базовой технологии За счет Внедрения нового оборудования В линейках То есть все что мы сейчас сделали Оно Не сказал бы что Конкретно уже Готово к производству То есть в любом случае Идет этап внедрения И постановки на производство На более серьезные предприятия Предположим Отечественные заводы Там Ангстрем Некрон Которые в принципе Могут Потреблять И изготавливать на своей Базе Данные виды сенсоров В конечном итоге Мы рассчитываем что Изготавливаем наши Сенсоры Матрицы Будут потребляться Теми же самыми Крупными производителями Оптоэлектронной аппаратуры В той же самой России Потому что в реальности Рынка Нашего рынка Отечественной С продукцией Его нет То есть все что существует Закупается за рубежом Еще вопросы? У меня вопрос Почему флантери не можете использовать? Зачем собственно Развивать? Ну вот здесь мы как раз таки И акцентируем внимание Что мы помимо того Что хотим развить свою линейку Мы хотим еще и привлечь партнеров Которые В дальнейшем будут Двойной трат денег И на то и на то Вы выберете что-нибудь А что Неужели никто Так же не делает Сенсоры Как и вы? В реальности Есть Несколько Научных коллективов За рубежом Которые занимаются Похожей тематикой Но До этапа промышленного производства Не дошел еще никто Еще вопрос? Сколько вы сейчас Производите сенсоров? Сопущено несколько опытных партий То есть это Речь идет о кристалле Состоящий из массива микрозеркал То есть Несколько десятков Нет Сколько зеркал на чипе? А на чипе 160 на 120 элементов То есть это Порядка Ну Матрица Время Спасибо Время вышло Так Следующая презентация Компания LTECH Как скажете? Лучше на русском? Большинство наверное на русском? На русском лучше На английском? На русском? Хорошо Замечательно Тогда Здравствуйте всем Меня зовут Конахов Анатолий Я директор По развитию компании LTEX Мы занимаемся тем Что разрабатываем Виртуализационное Программное обеспечение Которое позволяет Запускать Обычные приложения Для стандартного ПК На новом типе Энергоэффективных Микросерверов На базе процессоров ARM Достаточно интересный проект Достаточно интересный проект Двое из наших партнеров Находится в списке Forbes 500 То что вы увидите сейчас Пред собой Это будущее Дата центров Будущее Энергоэффективных И экологичных Дата центров Это 4 микросервера Пардон На базе процессоров ARM Которые позволяют Снизить общие затраты Дата центров На 80% Достаточно интересная технология Ее поддерживают многие компании Мы ожидаем Выпуск продуктов От HP и Dell В следующем году На базе этой технологии Также это достаточно Быстрорастущий рынок Примерно 30% Рост и общий размер К 2016 году Составит 4,5 миллиарда долларов Очень хорошая технология Есть одна проблема Проблема заключается в том Что для этой платформы Недостаточно Программного обеспечения Дело в том Что процессоры ARM И обычные стандартные Процессоры Intel Несовместимы По архитектуре Соответственно По нашим оценкам Более 80% На данный момент Существующего Программного обеспечения Оно недоступно На этих новых серверах Собственно говоря Мы и решаем Эту проблему Мы предлагаем Некое виртуализационное решение Которое позволяет Запускать стандартные приложения Для ПК На электроэнергоэффективных ARM серверах Наши основные преимущества Это производительность Это надежность И простота использования Мы считаем Что в ближайшее время Мы сможем достичь 80% От нативной При запуске Приложения На серверах ARM Нас спрашивают Почему 80% Почему мы так уверены У нас очень большой опыт Суммарно Более 200 человек Лет В области бинарной Трансляции А это основная технология Используемая В данном продукте Наши основные клиенты Это клауд Провайдеры И дата-центры Мы пытаемся до них достучаться Через производителей Железа И интеграторов Ну вот собственно говоря Мы с некоторыми из них Уже общаемся Например Вот с компанией Accenture Консалтинговой Marvel Или Qualcomm Которые тоже производят Железки Где мы сейчас И что нам предстоит В этом году Мы собираемся Выпустить пилотный продукт В следующем году Мы планируем Начать наши продажи И в 2015 году Мы думаем Выпустить В следующую версию Нашего продукта Это наши финансовые оценки Мы планируем К 2018 году Получить 250 миллионов долларов В 2016 году Будет Точка Break-even Минута И начало продаж Как я уже сказал Будет в 2014 году Монетизация Через подписку Наше предложение Инвесторам Достаточно простое Мы предлагаем Поучаствовать В нашем проекте Со стороны инвесторов Мы ожидаем 3 миллиона долларов Инвестиций На следующий раунд Половина из этих инвестиций Мы планируем Структурировать Как грант Сколково Соответственно Выход Это Бай-аут Крупными Крупными Производителями Железа Большое спасибо Вопросы Пожалуйста Здрасте Александр Добрый день Маленький вопрос У вас Напорная Энергоэффективность А потери На Виртуализацию Будут Достаточно Велики Не исчезнут ли Все преимущества Энергоэффективности После запуска Нагруженных Виртуальных Машин Достаточно Часто Этот вопрос Задают Большое спасибо Дело в том Что тестирование По энергоэффективности Проводится Обычно Полной загрузкой Процессора Поэтому Ну сравнивается Процессор На сто процентов Загруженный И там И там Соответственно Сравнивается Именно таким образом И пока Насколько я знаю Пока все На стороне Арма И я уверен Что в будущем Тоже будет На стороне Арма С точки зрения Энергопотребления Еще вопросы О каком Софте Идет речь Что вы Собственно Будете стимулировать Если Линукс Так работает Windows 8 Сейчас тоже Будет работать Но Windows Скорее всего Тоже будет Поддержать Арм Соответственно Какие приложения Потребуются Да Я понял Большое спасибо Есть достаточно Большой пласт Легаси Приложений То есть Те которые Используются На данный момент Но которые По неким причинам Либо недоступны В виде исходных Кодов Поэтому их нельзя Портировать На платформу Арм Либо Команда Компания Завязана На конкретную Версию Конкретного Продукта И тогда Изменение И установка Нового продукта В этой инфраструктуре Будет иметь большое влияние То есть Вам нужно 3 миллиона И виртуализацию Да В будущем То есть 3 миллиона Планируется На эту виртуализацию Да Это Достаточно Ресурскоемкая Задача В чести Персонала Фактически Нам нужно 3 миллиона На зарплату И Мы Будем Сейчас Разрабатываться Ядром Оно Разработано Мы Оптимизируем Это потребует Времени Усилий И Профессионалов Разработчиков Еще Вопрос Я Как Помню Вы Сказали Я Так Вы Ожидаете 80% От Производительности Предыдущей Чиповой Базы Если Я сегодня Пользователь Да Почему Мне Переходить На 80% В будущем Вопрос В следующем 80% Недостаточно Почему Мне Преходить Я Сейчас Работаю На 100% Сегодня И Чем Еще Это Будет Компенсироваться Потреблением Энергии Да Один Из Подходов Да Вы Можете Экономить Электроэнергию Это Первый Вариант Затем Большинство Приложений Которые Нацелены Они Не Используют ЦПУ На 100% И Клиентам Не требуется Много Производительности От них То есть Требуется Конечно Но Это Не так Критически Важно Для Выполнение Задач Это Не является Критическим Фактором Ван Мог Ваши 64-битных Слов Значит И у Интела Там 128 256 Уже Есть Если Вдруг Они Инденсивно Используют Опцию Что Будете Делать В этой Ситуации Еще Раз Если Интел Сделать 128 Битные У нас В действительности Здесь Есть Хорошие Специалисты Технические Но Зачем Нужны 128 Бит 64 Вы Транслируете С одной На другой Не задумывайся Зачем Нужны Они Есть И сейчас Используются Активно Многими Приложениями Что Будет Делать Также Есть Ниша В которой Используются 32-битные Приложения На 32-битных Процессорах 128 Не пойдет У вас Время Пойдет Если Будет Арм Такой Спасибо Спасибо Следующая Презентация Визивая У вас 4 минуты Презентация Добрый день Представляю вашему Вниманию Продукт Визивая Это система Распознавания Жестов Для создания Интерактивной Рекламы Наше решение Объединяет Интернет Рекламу С традиционной Наружной И это Является Мощным Маркетинговым Инструментом Для Привлечения Потребительского Интереса И Также Сбора Полной Статистики Эффективности Рекламы Рынок Цифровая Реклама Показывает Стабильный Рост Приблизительно На 20% И более Постоянно Увеличивается Потребность В рекламных Экранах Из-за спроса На интерактивность Но Традиционная Реклама Не Может Удовлетворить Этих Потребностей Рынка Так как Она Представляет Собой Статичные Изображения Она Не дает Таргетированности Не Может Дать Статистики И соответственно Понимание Эффективности Продаж Визиве Это Решение Которое Помогает Оценить И Собрать Статистику Эффективности Рекламы Что мы Предлагаем Мощное Интерактивное Взаимодействие С потребителями Полную Статистику О том Кто Что И Когда Дел Возле Рекламного Экрана И Интуитивное Тачфри Управление С помощью Жестов На любом Рекламном Экране Даже Очень Большом Вследствие Интерактива Собирается Статистика Делается Анализ Эффективности Рекламы Соответственно Создается Таргетированный Контент И Увеличивается Эффективность Продаж И Лояльность К бренду Немножко Технической Информации Для работы Нашей системы Достаточно Двух простых Видеокамер Которые Видят Жесты Рабочая Дистанция От 20 Сантиметров До 10 Метров Мы Отслеживаем Одновременно До 6 Человек Время Отклика Составляет Менее 40 Миллисекунд Система Совместима Со всеми Популярными Операционными Системами И может Использоваться При любых Погодных Условиях На улице И в помещениях Типичное Применение В парке Можно расположить Большую Витрину Наши камеры Увидели Бегуна Система Среагировала И он Вступает В интерактив С прекрасной Девушкой Также Можно Поработать С продуктом Который Еще не вышел На рынок Система Наша Также Может Применяться На В местах В общественных Местах Так как Камеры Легко Спрятать И она Антивандальная То есть Вреда Не Это не Разрушится Все Мы Это Интернациональная Команда Сформированная Для продаж На европейском Рынке Минута Российская Часть Команды Отвечает За научно-технические Разработки И лицензирование Также Создан Международный Офис Международных Продаж И поддержки В Европе Базируются В Голландии Статус Проекта Наш продукт Полностью Готов Нам не требуется Инвестиции В доработку Он протестирован В реальных Условиях И для Активного Старта Продаж В Европе Мы Ищем 450 тысяч Евро Мы Сейчас Находимся На стадии Получения Международного Патента Есть Пул Клиентов Создан И Соответственно К середине 2014 года Мы Уже Планируем Окупить Эти Инвестиции И Развиваться В дальнейшем К 2017 года Планируем Прибыль 4,7 Миллиона Спасибо Спасибо большое Жюри Пожалуйста Вопросы У меня вопрос Вы ничего не сказали Про ваших Конкурентов А их В этой области Предполагаю Достаточно Много Как вы Собираетесь Собственно Позиционироваться Относить На них Мы Позиционируемся Следующим Образом У нас Есть Действительно Существенные Преимущества Например Нас Любят Сравнивать Скинект От Майкрософт Мы Работаем На Прямых Солнечных Лучах То есть Это не является Помехой Можно Экраны Располагать Соответственно На улице И там Ни дождь Ни яркий Свет Прямой Не будет Мешать Плюс Что касается Внутреннего Размещения Например На торговых Площадях То Насколько Нам известно Кинекту Требуется Тонкая Настройка Для того Чтобы Несколько Устроев Работали В одном Помещении У нас Система Пассивная То есть Нет Излучения Радар Не радарный Тип Поэтому Всякие Самсунговские ЛГшные Телевизоры Топ-модели Включают Себя Вот эту Возможность Причем На одной Камере Я вот Интересуюсь Чем Это Отличается От того Что У вас Есть Это Наша Собственная Разработка Вот Видимо Разные Компании Идут Разными Путями У нас Есть Это То есть Вот Это Одно Из Возможных Применений Это Серьезная Технология Которая Реализована В Кристалле Вот Так Она Реализована Правильно Я понял Вы В России Уже Продаете Эту Технологию На данный Момент Что Касается Именно Интерактивной Рекламы Мы Провели Ряд Тестовых Внедрений Сейчас Они Прошли Очень Успешно Например Могу Привести Пример В Санкт-Петербурге В торговом Комплексе В магазине Лего Установлена Интерактивная Витрина То есть Она Работает Минута Собирает Статистику И Эффективно Себя Показала И Сейчас Мы Уже Перешли На Следующую Стадию С этим Заказчиком То есть Мы Будем Делать Витрину Которая Будет На Постоянном Уровне Там Функционировать А на Европейском Рынке Есть На данный Момент Более 20 Договоренностей Подписанных Соглашений О намерениях С крупными Заказчиками И там Было На слайде Написано Грант Сколково Ланит Это Компания Инвестор Да Это На второй Стадии В Сколково Нам Был Получен Грант И С инвестором Выступил Холдинг Ланит Спасибо Спасибо большое Еще вопрос Спасибо 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 Следующая Презентация Компания Т8 Т8 Странно Были Здесь Люди А Добрый день Меня зовут Трещиков Владимир Я Генеральный Директор Компании Т8 И Речь Пойдет О скоростных Системах Для Волоконно-оптической Передачи Вообще Эта тематика Перекликается С первой Презентацией С Коннектор Оптикс Но Как вы Помните Там Упоминали Системы Со скоростью Передачи 25 Гигабит Секунду Вот У нас Сейчас Мы уже Выпускаем Систему 8 Терабит То есть Грубо говоря В 2000 Раз быстрее Вернее Чуть меньше И Задача На следующий год Выпустить Систему Со Скоростью Передачи 25 Терабит Секунду И это В общем-то Превзойти Мировой Уровень По скорости Вообще Зачем Это нужно Как мы знаем Количество Информации В мире Удваивается Каждый год И все Системы Связи Работают В режиме Близком К насыщению Это Огромная Проблема Идет Постоянный Абгрейд Этих Систем Волокно Ставить Очень дорого Новое И поэтому Очень большая Задача Как передать По тому же Волокну Больше информации Текущий Текущий уровень Это 8 терабит В секунду По волокну Таких Систем Много И в частности Мы Выпускаем Такие Системы И делаем Опять же Это в больших Количествах То есть Вот Сейчас Рынок Таких Систем Это 8 миллиардов Долларов Наверное По всему Миру Но Для того Чтобы Следовать Требованиям Рынка То есть Нужны Системы Со скоростью Больше 20 терабит На соединение Соответственно И наша задача Сделать 25 Вообще Систем Текущего Класса Вот Таких На 8 терабит Мы продаем Довольно много Как я уже Сказал В этом году Мы их Продали На 30 миллионов Долларов Вот Причем Удвоив Этот показатель С предыдущего Это Примерно 7 процентов Рынка Ростелеком Или 45 тысяч Километров Систем По всей России В Сибири В Питере На севере И так далее Вот Теперь О чем Речь идет По сути Это Вот Такие Системы Как Изображены На картинке Справа То есть И Уже сейчас Мы имеем Очень хорошие Показатели Качества По той причине Что Мы Делаем Ну не только 100 гигабитные Каналы Но и 40 гигабитные И 10 гигабитные И если сравнить С мировыми лидерами То есть Лкотель и Huawei То мы видим Что мы По ключевым Показателям Уже сейчас В общем-то Очень хорошо себя чувствуем Это привело К тому Что В последний год Мы поставили Два мировых рекорда В данной тематике Мы передали 100 гигабит На 4000 километров Без компенсации Дисперсии Вот этот рекорд Недавно Побит Циска Ну вот Второй рекорд Стоит И я уверен Что на текущий момент Он абсолютно Действующий Это 100 гигабит На 500 километров Без каких-то Промежуточных устройств Посредине То есть Вот Если у вас Лежит Минута Окей Просто волокно То вот Мы можем Передать 100 гигабит На 500 километров У нас Очень хорошая команда Два профессора 10 кандидатов наук Из МФТИ Из МГУ И других ведущих вузов Вот И мы имеем Отличные связи По всему миру С компаниями Силиконовой долины Со всеми ведущими Поступщиками Компонент То есть Мы уже сейчас Имеем в России Все самые современные Технологии Для создания Таких систем Мы открыты К тому Чтобы Вложить В эти В эти Деньги В развитии Данной тематики Речь идет Как о небольших грантах Вот как мы сейчас В Сколково Идем На грант На разработку На 40 миллионов рублей Так и О масштабных Проектах Вот совместно С Роснано По строительству Завода Там на 500 миллионов Все? Да все Спасибо Вопрос Пожалуйста За счет чего Вы достигаете У вас по сути Получается Трехкратное ускорение Относительно Того что есть сейчас За счет чего И насколько это будет Устойчивое преимущество В течение нескольких лет Конечно Такие исследования Ведутся в мире массово И это магистральное направление Естественно Что работают и японцы Американцы И так далее Но Это примерно так же Что Все бегают Но кто-то бегает быстрее Нам удалось Создать Реальную электронику Которая работает лучше Теперь за счет чего В чем принцип Самое простое И дешевое решение Которое вот прямо сейчас Будет реализовываться Это сближение каналов С 50 гигагерц До 33 И плюс Использование Сверхширокополосных Усилителей На 75 нанометров Если это перемножить То получается 26,5 терабит в секунду Что мы Надеемся показать В самое ближайшее время Так все-таки Что есть основной Ваш Competitive Advantage Конкурентов Основной Наш Competitive Advantage Я думаю Это наличие Лучшей в стране Школы И вероятно Даже школы Мирового уровня В области Волоконной оптики Что позволило нам Уже сейчас Сделать Системы Побившие Ну ряд Таких Мировых рекордов И плюс Есть идеи Которые являются Ноу-хау И которые Несомненно Приведут нас К успеху Скажите Сколько лет Вы занимаетесь Уже этой тематикой Я защитил Диссертацию В МФУТИ 15 лет назад По данной теме А компания Существует? Компания существует С данным именем 5 лет Но до этого Это была связь Электроэм Еще почти 5 лет Почти 10 Спасибо Еще вопросы Игорь Вы только Продаете на российском рынке Или вы продаете На глобальном рынке? Вообще Сейчас мы сертифицировали Новую платформу Волга Которую мы планируем Вывести на глобальном рынке Потому что Кроме Вот этих Систем передачи Есть очень интересные Там решения По датчикам По системе защиты Информации И так далее Как раз Они не имеют аналогов И с этим Выйти на глобальном рынке Намного Легче Мы считаем Но на текущий момент У нас основная продажа Это Россия и СНГ Очень много По Казахстану Учитывая Предыдущий вопрос У вас есть на самом деле Существенные Конкурентные преимущества По сравнению С глобальными Конкурентами Почему вы до сих пор Только продавали На российском рынке? Дело в том Что эти преимущества Появились не так давно Мы развивались с нуля И понадобилось время Чтобы их достичь Патенты у вас Какой Портфоль Ну сейчас Довольно много Патентов В состоянии Регистрация Я не помню Сколько из них Полностью получено Три по-моему Или что-то такое Международные? Международный Один сейчас идет И Получено довольно много Российских Потому что В основном Конечно текущая была задача Это работа на российский рынок Понятно Еще вопросы пожалуйста Нет? Спасибо большое Последний проект Vision Lab Есть докладчик? Да Пожалуйста Вы презентацию сдавали Спасибо Добрый день Уважаемый эксперт Добрый день Уважаемые участники Меня зовут Ханин Александр Я генеральный директор Компании Vision Labs И я рад представить вам Сегодня нашу технологию Reaction Мы предлагаем Революционный подход К структурированию И поиску видео Для стремительно растущего Рынка видеохостингов Онлайн магазинов А также персонального Телевидения У нас масштабируемая модель B2B Основанная на подписке А также продаже Лицензии разработчикам И мы уже Имеем ряд предзаказов Мы уже тестируем Какие-то частные случаи Это технологии На рынке распознавания Автомобильных номеров И распознавания лиц Наша цель Это рынок распознавания Который растет С темпами Более 35% в год И в прошлом году Составил более 3,6 миллиардов долларов Какие проблемы есть? Вы знаете, что Каждую минуту На YouTube заливается Более 48 часов видео А система видеонаблюдения Генерирует миллионы часов Архивов Искать в этой свалке файлов Что-то быстро И эффективно Осознанно Просто невозможно Поэтому Мы предлагаем технологию Которая позволила бы Которая позволила бы Искать видеоинформацию Так же, как сейчас Это делает пользователь С помощью поисковиков Google И так далее То есть это некий Google для видео Это некий Shazam Для видео Это позволит Исключить людей Которые сейчас Вручную Занимаются Модерацией контента Это ускорит Процесс поиска Наша технология Основана На результате Работы Наших экспертов Наших Научных кадров Которые занимают Лидирующие позиции В мире Имеют ряд публикаций И Продвигают Тематику Распознавания Действий На видео В отличие от конкурентов Мы анализируем Содержание видео Мы не анализируем Значение пикселей Мы не анализируем Детектирование активности В выделенной области Мы анализируем суть То есть Наша задача Представить Видео В виде Осознанной цепочки Событий А не в виде Какого-то Пула кадров Поэтому К сожалению Презентация старая Видимо Технические палатки Поэтому у нас Более чем Десятикратный Выигрыш скорости По сравнению С ближайшим Конкурентом У нас есть возможность Задавать сложные Фильтры И у нас есть Возможность Понимать Сам контекст Видео Наши конкуренты Например Это израильские Американские компании Engine Intellivision И видеосерф Наша бизнес-модель Это продажа подписки Бизнесу А также Продажа Лицензии Разработчикам То есть Уже сейчас Уже сейчас У нас есть Ряд Передзаказов Например Есть документальные Подтверждения От Style TV От Exac Vision И так далее И мы планируем Расширять Список наших Партнеров То есть У нас концепция Аналогична Intel Insight Vision Labs Insight То есть Стремительный рост И более 10 миллионов Прибыль Прогнозируется тем Что рынок Стремительно растет И выбранная модель Очень масштабируема Нам нужно 2 миллиона долларов На 18 месяцев Причем 1 миллион Уже зарезервировано От Сколково У нас есть одобрение Мы ищем последнюю часть Соинвестиции В виде 1 миллиона Нам нужно Завершить разработку А также построить Структуру продаж Наша команда Не побоюсь этого слова Звездная У нас есть ученый С мировым именем Иван Лаптев Более 21 года стаж Есть опытные предприниматели С почти 20-летним опытом Я идеи И вдохновитель И основатель проекта И есть ряд разработчиков С успешным опытом Почему именно мы? Мы уже в бизнесе На рынке Распознавания номеров И распознавания лиц У нас масштабируемая Бизнес-модель И у нас патентуемая Революционная технология И мы уже инвестировали Время Своих средств Спасибо Спасибо Вопросы? Приведите пример В каком виде у вас контекст Получается из видео Из примера запросов Которого вы можете обрабатывать Например, пример запроса Кто-то пишет Фрирайт Наш поисковик Подбирает Например Ряд фильтров То есть первое Это outdoor Потом human presence Snow Mountain То есть Сочетание фильтров Позволяет Гораздо лучше Сузить Круг поиска Информации То есть если вы напишите Например В google Яндекс Фрирайт У вас будет и правильный результат Но будет очень много Ложных Срабатываний Какая-то Песня Фрирайт И так далее Вы не выделяете Реальную активность Которая происходит На видео То есть там Скажем Попытка понять Как объекты На видео Взаимодействуют Друг с другом У вас этого нет Вы примерите Нет У нас есть Human intentions Фильтры Human interaction Фильтры То есть Мы понимаем Именно трехмерные точки То есть Связь не только Какого-то Списка кадров А именно Циклические движения То есть Именно 3D почки Мы называем это Space time Invariant points Вы способны Обозначать Что человек бежит Да Мы способны И мы обозначаем Это не так Что bounded box Движется Со скоростью Выше чем Threshold Мы обозначаем Что это именно Циклическое движение А бег Еще вопросы Мы ищем Не по юзер тегам Мы ищем Именно по контенту Пока передает микрофон А вот Вы можете Найти все желтые розы Желтые Это можно сделать Но Это сделано для нас Это уже сделано для нас Это не инновация Вы не можете Почему Можем Пожалуйста Вопрос Вы запатентовали технологии Сейчас патентуем Поэтому Готовим заявку на патент Поэтому сейчас мы в процессе На интернешнл На международный патент Мы сейчас готовим заявку Зрители Нет вопросов Большое спасибо Вопрос один Что-то сообразил А вот такая компания Клип Клок Они тоже что-то Позиционируют себя Как поисковик Видео изображений Что-то говорит Честно говоря Клип Клок не знаю Я приводил В качестве Одного из наших конкурентов Компанию Видеосерф Которая ищет Похожие видео По распознанным Лицам актеров То есть Это Ближайший конкурент Но Она куплена Майкрософт За 70 миллионов В прошлом году Все Большое спасибо Не появилась компания Break the distance Нет Ну да все Спасибо Секция закончена Жюри Прошу подвести итоги Результаты Вы все узнаете Вечером На награждении Прошу подвести итоги Прошу подвести итоги Прошу подвести итоги